Я хотел бы начать эту сегодняшнюю лекцию с загадки. Загадка звучит следующим образом. Эрнст Юнгер – военный герой и певец того, что можно было бы назвать мужеством. Однако в эссе, эксплицитно посвященному проблеме мужества, эссе, которое называется «Оболе», которое будет сегодня в центре нашего рассмотрения, слово «мужество» – «менлихкайт» – не звучит ни разу. Есть его замена слова «отвага» или «смелость» – «мют». «Мют» звучит в тексте лишь раз, и то в отрицательном ключе. Фраза звучит примерно следующим образом. Солдата на войне не спасут от смерти ни образования, ни добродетель, ни отвага. Это все, что говорит Эрнст Юнгер о мужестве в эссе, которое посвящено мужеству. Или, вернее, это единственный раз, когда произносится эта фраза. Загадка, следовательно, звучит или выглядит следующим образом. Почему певец мужества, мужественный человек, доказавший свое мужество и получивший за свое мужество награды, не хочет произносить это слово в своей центральной для этой темы работы? Оставив эту загадку на ваше разгадывание, мы теперь можем перейти непосредственно к проблеме нашей сегодняшней лекции. Второй части нашего цикла мы концентрируемся на вопросе о сущности человеческого. И мы предполагаем, что сущность человеческого так или иначе связана со смертью, с возможностью осознать и преодолеть смерть. Наш вопрос все тот же, человеческое и политическое, совпадают или различаются? Для того, чтобы ответить на него, достаточно с позиции Эрнста Юнгера открыть всего лишь одну работу. Это работа поздняя, не та, о которой мы сегодня будем говорить. Но в ней мы находим три ключевые цитаты, которые характеризуют юнгеровский подход к нашей проблеме. Цитата номер один звучит так. Легитимное право на господство принадлежит тому, кто прежде всего укротил свой собственный страх. Это уход в лес, если вам это нужно. Вторая, не цитата, но обобщение оттуда же. Страх порождается сомнением и болью. Но из двух боль является великим неизменным критерием для человека. И, наконец, третья цитата. Свобода – суть сила, преодолевающая страх. Смотрите, как интересно получается. Свобода – это не состояние. Свобода – это способность. Способность освободиться от страха. Свобода – это способ преодолеть страх. И в этом смысле мы находим на два больших вывода. Есть и другие, но мы сконцентрируемся на этих двух. Вывод номер один. Свобода и власть. Свобода и империя. Или, если хотите, Юнгер называет это латынью. Империум et libertas. Империя и свобода связаны напрямую. И второй наш небольшой вывод. В этой связке буква И, которая обычно остается на трубе, и есть боль. Свобода и империя связаны через боль. Свобода и господство каким-то образом связаны через боль. Она является центральной связующей точкой. Но уход в лес ничего не говорит нам о боли. Поэтому мы вынуждены отойти от этого эссе и перейти к тому эссе, которое эксплицитно имеет дело с болью. Оно так и называется – о боли. Но я обманываю вас, и Юнгер обманывает вас, потому что оно называется «Üберденшмерц над болью». Более того, это эссе автор в своих письмах вписывает в триптих, которые по сути и по честности, и по истории являются главным творением Эрнста Юнгера. По крайней мере, пика революционного Эрнста Юнгера. У Юнгера может быть много пиков. Этот триптих связан не только автором, но и главной темой. Три эссе, выходящие друг за другом с разницей буквально в два года. Тотальная мобилизация выходит в 1930-м, рабочие господства и гештальт в 1932-м и оболи в 1934-м. Поэтому, чтобы понять оболи, нам придется также затронуть и тотальную мобилизацию, и рабочего. С одной стороны, мы понимаем, есть этот триптих. А с другой стороны, мы также замечаем, что помимо авторской связки и тематической связки, есть еще и, если хотите, аргументационная связка. И связь эссе о боли в аргументации двигается назад во времени. Многие другие послевоенные эссе Юнгера, ранние эссе Юнгера, концентрируются на проблеме, которая затем будет раскрыта в оболе. Я назову лишь два, но их на самом деле гораздо больше. Первое – это, конечно, об опасности. Связь здесь прямая. Второе – это война как внутреннее переживание. Мы поговорили о проблеме. Но только потому, что проблема уже была в наших руках. На самом деле, разговор надо было начинать не с проблемы. Разговор надо было начинать с актуальности. Почему мы вообще обращаемся к Эрнсту Юнгеру? Эрнст Юнгер пишет о мире, мире будущего и мире прошлого. Мир прошлого – это мир бюргера. Заметьте выбор слова. Бюргер – это буржуа, только на немецкий манер. Юнгер выбирает оскорбление в качестве наименования. Мир будущего, который Юнгер предсказывает, который он видит, это мир рабочего, антипода Бюргера. Но мир рабочего не наступил ни через 30, ни через 50, ни через 80, ни даже через 100 лет после того, как Юнгер это написал. Юнгер провалился. Как может провальный писатель быть интересным? Что можно найти в нем такого, что подогревало бы или актуализировало бы его достижение? Но ответ прост. Парадоксальным образом тот мир, который для Юнгера уже в прошлом, для нас является настоящим. Мир Бюргера, который Юнгер описывает как давно закончившийся, для нас предельно актуален. Мы живем в этом мире. Конечно, и здесь можно было бы выдвинуть аргумент против Юнгера. Но тот факт, что в некоторых аспектах Юнгер оказался неправ, во-первых, неправда. Сегодня мы об этом поговорим. А во-вторых, даже если бы мы приняли поверхностное заявление о том, что мир рабочего не реализовался и потому Юнгер неправ, это заявление и его правдивость ничего не говорило бы ни о верности наблюдений Эрнста Юнгера, ни о качестве его выводов, ни о ценности стратегий. Цитируя самого Юнгера, и я цитирую одно из последних его произведений, то, что боги смертны, не отрицает ни их сущности, ни их действительности. То, что рабочий умер, не означает, что он не был действителен, что он не ставил проблемы. Мы должны сконцентрироваться в этой последней части нашего введения на стратегиях. Почему, обращаясь к Юнгеру, мы должны заимствовать юнгеровские стратегии? Ответ на этот вопрос, с одной стороны, прост, с другой стороны, весел, потому что эти стратегии не принадлежат Эрнсту Юнгеру. Это не его стратегии. Он позаимствовал их у более великого человека. И потому, обращаясь к Эрнсту Юнгеру, мы смело можем последовать его примеру. Юнгер заимствует множество стратегий у этого человека, имя которого нет смысла называть. Мы сконцентрируемся только на двух. Первое звучит следующим образом. Все хорошие вещи заканчивают самоупразднением. Логика, содержащаяся внутри феномена, разворачиваясь, превращает его в пыль. Подумайте о том, что любая гора содержит в себе равнину, и рано или поздно ей становится. Я процитирую самого Юнгера для того, чтобы не воровать у него метафор. Жизнь, говорит он, пожирает само себя. Вторая стратегия, которая нас волнует, звучит так. Когда нам открывается один образ, нам автоматически открывается его противоположность. Два образа, о которых говорит Юнгер, это, конечно, Бюргер и Рабочий. Но если мы будем внимательны, мы увидим, что Юнгер говорит, Рабочий не антипод Бюргера. Не надо думать, что это борьба, что они антагонисты. Это не так. Рабочий не враг Бюргера. Рабочий иной. Но мы смело можем добавить иной по отношению к Бюргеру. Он не иной по отношению, например, к сословному обществу и обществу рыцарей. Не кардинально иной. Рабочий потому лучше всего высвечивается именно на фоне Бюргера. Понять рабочего – значит пронять Бюргера и его мир. Особенно учитывая нашу сегодняшнюю тему – тему боли. Для Бюргера все начинается и, по большому счету, заканчивается на теле. Тело – это краеугольный камень того мира, который Бюргер строит. И у тела есть две особенности, которые волнуют нас, Юнгера и Бюргера. Первое – тело есть пространство боли, как называет его сам Юнгер. Второе – тело уникально. Оно неповторимо. И чем дольше оно двигается сквозь время, тем более неповторимым оно становится. Младенцы более или менее похожи друг на друга. Если это одинаковые близнецы, в начале своего пути они, может быть, практически неотличимы. Но чем дальше двигается время, тем больше разницы между их телами накапливается. Бюргер не терпит боль. Бюргер отторгает боль. И отторжение боли ведет Бюргера к первому вопросу. К вопросу о ее причине. Какова причина испытывания боли? Ответ, который дает Юнгер, или вернее термин, который дает Юнгер в ответ – стихийные силы. Ключевое свойство стихийных сил заключается не в том, что они находятся вне человека. Стихийные силы находятся как внутри человека, и это будет очень важно, так и вне его. Ключевое свойство стихийных сил заключается в том, что они слепы и неразумны. Они случайны. Болезни случайны, ураганы случайны, психозы случайны, припадки меланхолии или радости, причиняющие боль. Даже приступы смеха, от которого вам становится не по себе, случайны. И в этом смысле стихийные силы должны быть побеждены, они должны быть изгнаны. Бюргер хочет создать обезболенный мир, безопасный мир. И для того, чтобы изгнать стихийные силы прочь из этого мира, он, естественно, обращается к их противоположности. Стихийные силы неразумны, и стихийные силы причиняют боль, то есть зло. Борьба со стихийными силами, следовательно, должна вестись с помощью разума. И она должна быть по определению моральной, доброй. Так Бюргер начинает создавать культ разума. Это культ не потому, что разум возводится в абсолют, а потому, что он становится глубоко моральным. Все разумное объявляется моральным, все моральное разумным. Все неразумное аморальным, и все моральное автоматически признается неразумным. Предельность стремления Бюргера к безопасности и победе над стихийными силами разумным образом требует от него, по сути, только одного, его величайшего свершения. Создание бесконтрольной, свободной и подталкиваемой со всех сторон науки и техники. Я не хочу говорить слово технология, потом поймете почему. Через все более и более развитые способы обезболивания Бюргер движется к тому миру, который он хочет создать. От мытья рук до лоботомии все это обеспечивает наука и техника. И это развитие особенно хорошо сочетается со вторым свойством тела, которому мы и должны перейти. Признание уникальности тела при его предельной оценке ведет к двум большим последствиям. Двум большим последствиям на двух уровнях. На уровне отдельного человека и на уровне коллектива. На уровне отдельного человека признание уникальности тела ведет к рождению свободного индивида. Человек равен своему телу. Каждое тело уникально. В этом смысле индивид есть нечто уникальное. Это набор неповторимых привычек, ощущений, личных опытов и даже окружения, то есть вещей. В этом смысле мир индивида должен требовать и получать свободу, потому что в мире, где нет свободы, не может быть индивидуальных особенностей, не может быть индивидуальных опытов, в смысле разных опытов, несопоставимых опытов. Поэтому индивид всегда оказывается свободным индивидом. И свобода эта, по сути, заключается в двух категориях. В романтизме или, если хотите, сенсуализме, то есть получении уникальных опытов. Бюргер придумывает любовь, скажем напрямую. И, конечно же, в том, что сегодня можно назвать вещизмом. Вещи делают людей неповторимыми. Их образ становится неповторимым благодаря вещам. Вот Бюргер стремится к двум этим граням свободы. И стремление к этому, с одной стороны, делает Бюргера невероятно сентиментальным, желающим получать все новые и новые и новые опыты. А с другой стороны, требует создания науки и техники для того, чтобы обеспечивать Бюргера вещами и возможности вести обезболенную жизнь. С одной стороны, Бюргер создает университеты, где он продвигает свободное образование. Образование, которое призвано всех сделать личностями, всех сделать индивидами. А с другой стороны, он продвигает образование с целью создания производственных сил. Кто-то оказывается студентом философского факультета и становится особенной снежинкой. А кто-то превращается в студента ПТУ, в производственную силу, в экономическую единицу. С точки зрения коллективов, уникальная индивидуальность тела ведет к рождению политического равенства. Все индивиды уникальны, а значит, они неисчислимы. Если они неисчислимы, из них нельзя составить иерархию. Они должны быть равны друг по отношению к другу. Из этого равенства рождается следующий интересный момент. Чтобы бюргеры смогли создать общество в ситуации равенства, они должны договариваться. Так появляется разделение на государство и общество. Общество как субъект договора, государство как результат договора. Так появляются требования репрезентации, появляются массовые партии. Все, что вам хорошо знакомо и нами с вами очень любимо, очень близко нашему сердцу. Но главное здесь это то, что бюргер получает все эти силы через абстракции. Ни понятие человек, ни понятие свобода, ни понятие государства не может иметь конкретного наполнения. И мы должны посмотреть, почему это так. Бюргер не позволяет ключевым понятиям в своей жизни иметь конкретные наполнения. Он оставляет их абстрактными с одной единственной целью – избежать боли. Дело в том, что если бы эти понятия были конкретными, ему пришлось бы за них воевать. Ему пришлось бы за них терпеть боль. С теми элементами, что достались ему из прошлого, членами сословного общества. И теми элементами, что уже напирают из будущего. Вместо этого абстракции позволяют бюргеру договариваться со всеми. Пытаться не воевать, а включать в себя инородные элементы через договор. Именно поэтому, и для юнгера это очень важно, и кое-кто до сих пор этого не понимает, бюргер не имеет гештальта. У бюргера нет границ. Он может принять кого угодно для того, чтобы достичь своих целей. Для того, чтобы нейтрализовать угрозу. Но это-то и проблема. Это-то и причина его гибели. Потому что юнгер уверен, не бывает абстрактных понятий. Все важные понятия свобода, человек, государство должны быть конкретными. И мы должны посмотреть, как же юнгер собирается доказать нам правдивость этого утверждения. Он начинает с простого. Он возвращается к боли. И говорит нам о том, что мир абстрактных понятий так же не существует, как мир без боли. Мир неотделим от стихийных сил. Реальность неразумна. Ее не сделать разумной нашими усилиями. Но что самое главное, если это все правда, боль есть часть того, что называется the human condition. Любая попытка, бюргеровская попытка избавиться от боли – это на самом деле попытка отрицать жизнь. Создать мир обезболивания не есть жизнеутверждающая практика. И потому эта практика оказывается абсолютно тщетной. Ибо, как говорит юнгер, существует экономика боли. И там, где для боли закрывают дверь, она влазит в окно. Как же это происходит? У юнгера есть очень хорошая метафора. Она звучит следующим образом. Чем выше дамба, тем страшнее прорыв. В мире телесной безопасности боль находит новые ходы. Здесь лежит, на мой взгляд, целый пласт неоткрытой антропологии. Конечно же, не шанс к антропологии юнгера. Но мы об этом говорить не будем. А вместо этого сконцентрируемся на том, как же боль возвращается. Мы с больницами, с заводами, с врачами. Мы с вымытыми руками и чистыми носами. Так откуда же у нас проблемы? Юнгер говорит, боль возвращается в этот раз в новые итерации. Помните, что тело – это пространство боли. Но на самом деле юнгер лкавит. Есть еще одно пространство боли, и Бюргер его обнаруживает. Это пространство называется душа. Боль возвращается в первую очередь скукой. Скука, юнгер дает блестящее определение, – это боль, растянутая во времени. Почему Бюргера одолевает скука, совершенно незнакомая ни одному обществу до него, ни сословному, ни классическому, ни даже обществу пещерных людей? Да потому что, в отличие от всех предыдущих сообществ, Бюргер не понимает, что стихийные силы расположены и внутри него самого. Юнгер формулирует это так. Человеческое сердце сжаждет безопасности. Но оно же сжаждет и опасности. В мире Бюргера опасности нет места, и вот половина человеческого сердца, жаждущее, но не получающее, начинает испытывать боль. Скука. Второе отверстие в дамбе Бюргера – это печаль. Вот вам еще одно хорошее юнгеровское определение. Печаль – это мысль о боли. Бюргер все время думает о боли, потому что он хочет ее победить. Именно поэтому Бюргер – это самое печальное поколение людей. Наконец, давайте перейдем к третьему и самому знакомому измерению боли. Это, конечно же, то, что современным английским языком называется anxiety – беспокойность и неудовлетворенность. Беспокойность возникает из страха перед прорывом плотины. Помните, чем она выше, тем страшнее прорыв. Каждый день Бюргер думает о том, что вот еще чуть-чуть, и его затопит целиком. Именно поэтому он anxious, его трясет. Что еще страшнее? Неудовлетворенность, проявляющаяся в людях, связана с тем, о чем мы уже немножко говорили. Люди чувствуют, что с миром что-то не так. Что он неправильный, что жить в нем невозможно. Это неудовлетворенность, как и другие виды боли, порой, говорит Юнгер, вырываются наружу. Конечно, Юнгер еще не знает, да, в будущем-то, то есть сейчас мы все больные anxiety. Нас всех надо лечить от беспокойности. Но тогда, сто лет назад, Юнгер думает, что боль миллионов не ложится на миллионы. Боль миллионов прорывается через конкретные единицы. Боль миллионов прорывается через одного, когда речь идет о писателях и поэтах. Они выражают боль целых поколений в своих произведениях, наполненных тоской, скукой, беспокойством и неудовлетворенностью. Но боль миллионов иногда прорывается сквозь целые страты общества. Юнгер, конечно, думает о немецкой молодежи перед началом Первой мировой войны, чья неудовлетворенность миром Бюргера была настолько огромной, что как только забрежил лучик надежды, что этот мир пойдет крахом, что наступил апокалипсис, молодежь с радостью приветствовала этот апокалипсис и была готова обменять свои жизни без вопросов. Лучше умереть на поле боя, чем продолжить существовать в бюргерском мире. Я напоминаю вам о старой формуле все того же великого человека. Лучше хотеть ничто, чем ничего не хотеть. Наконец, боль иногда может быть перенесена напрямую с одного человека на другого. Технологии доросли до этого момента, они это позволяют. Юнгер дает блестящий пример будущей матери, которая хочет продолжить быть индивидом, уникальной личностью, хочет избежать боли и продолжить иметь возможность накоплять уникальный индивидуальный опыт. И за этим она обращается к врачу, чтобы перестать быть будущей матерью, перенося свою боль на то, что не появилось. Есть и другая сторона этого процесса. Чем выше дамба, чем сильнее мир техники, тем большей холодность техники проникает в мир бюргера. Пример Юнгера снова великолепен. Бюргеры, говорит Юнгер, готовы до хрепоты спорить о том, морально ли, то есть разумно ли, сохранять смертную казнь или от нее надо избавиться, потому что она аморанна. Они спорят о ритуале, который убивает 10 человек в год. Но они совершенно не обращают внимания, например, на ДТП, где умирают десятки тысяч людей в год. Им нет никакого дела до этого. Почему? Ответ простой. План. План – это предсказание будущего. Следовательно, план – это победа над стихийными силами. Если это победа, если это разумность, значит, это моральность. Если план предсказывает или требует достичь статистики в 20 тысяч смертей в ДТП в год в Российской Федерации на 2025, значит, это разумно и морально, и с этим нечего спорить. Подумайте о таких вещах, как эвтаназия. Если это плановое убийство, к которому все готовы, то тут нет места стихийным силам. Это не самоубийца, прыгнувший с карниза. Он поговорил, ему составили расписание, он походил к одному врачу, ко второму. Все отлично. Когда он умирает, нет морального негодования. Подумайте о табличке на заводе, на которой написано «0 дней без несчастного случая». План есть! Тот факт, что несчастный случай произошел сегодня, отмечен цифрой 0. Цифра разумна. Происходящее абсолютно разумно. Оно предсказано. И значит, с ним нет и не может быть никаких проблем. Вторым большим сегментом триумфа мира техники оказывается дисциплина. Техника во всех своих проявлениях, от игрушечного автомобиля до пушки, требует дисциплины. Но дисциплина противна индивидуальной свободе. Бюргер ненавидит работать. Работа – это боль. Соответственно, в мире бюргера не должно быть места работе. Поэтому мир работы, мир техники создает нового человека, не являющегося больше бюргером. Новый тип человека, или, если хотите, ничанский снова заход, новую расу людей. Раса, которая называется рабочий. Ключевое свойство этой расы здесь и сейчас по отношению к бюргеру заключается в том, что рабочий больше не хочет счастья. Он хочет работы. Это снова отсылка Юнгера на более великого человека, чем он сам. Успех бюргера таким образом оборачивается не созданием единой свободной технологической утопии. Успех бюргера заканчивается созданием антипода бюргера, который его побеждает без борьбы. Логика разворачивания бюргера заканчивается его исчезновением. Давайте же посмотрим на то, как это происходит. Техника требует дисциплины. Но дисциплина – это не просто порядок соблюдения действий. Дисциплина, как говорит нам Юнгер, это снова цитата, это форма поддержания контакта с болью. Что это значит? Техника в новом мире становится продолжением тела. А тело становится деталью в технике. Узлом техники. Такой же деталью и таким же узлом, как любой другой узел и любая другая деталь. Но это значит, что тело, как деталь, должно приобрести два свойства детали – стандартизацию и заменяемость. И вот тело рабочего начинает стандартизироваться. Каким образом? Юнгер говорит, сначала, перед тем, как стандартизировать что-то, надо это измерить. Первое, что получает рабочий по отношению к собственному телу – это его измеримость. Юнгер находит блестящий пример измеримости тела. Он говорит, в бюргерском мире на Олимпийских играх только спортсмены-любители. Профессионалы там запрещены. Бюргер хочет себя показать и на мир посмотреть. За этим нужны Олимпийские игры в его мире. В мире рабочего спортсмены на Олимпийских играх только профессиональны, потому что рабочий хочет измерить, а на что способно человеческое тело. Сколько секунд, сколько метров, сколько килограмм. Зачем? Чтобы, узнав пределы тела, встроить это тело в машину. Поговорим о стандартизации, если хотите. Юнгер подчеркивает, если бюргер хочет выделиться своими вещами, если бюргер хочет быть не похожим на никакого другого бюргера, и когда две одинаковые дамы в одинаковых платьях встречаются, значит, будет бойня, то рабочий одет в спецовку. Все рабочие на одном заводе и, следовательно, на всех заводах одеты в одну и ту же униформу. У них одни и те же аксессуары. Например, очки. И неважно, это очки столевара, или очки авиатора. У них есть одинаковые платки, чтобы вытирать, и неважно, вытирать ли свои грязные руки или вытирать тонкие детали, которые они полируют. Стандартизация и измеряемость ведут, понятное дело, к заменяемости. Никакой индивидуальности больше нет. Все рабочие выглядят одинаково, не только внешне. В смысле, не только с помощью вещей. Но и сами по себе, Юнгер подчеркивают, даже их лица приобретают один и тот же вид. И в этом смысле рабочий как деталь равен любой другой такой же детали. А значит, он может быть мгновенно заменен. Юнгер, первый на моей памяти, и это великое достижение, доказывающее его философское происхождение, выштамповывает термин, который сегодня вы найдете в каждом прогрессивном университете на Западе. термин «объектификация». Измеряемость, стандартизация, изменяемость означают по факту объектификацию человеческого тела. Тело превращается в объект. И в этом смысле дисциплина и есть техника объектификации. Именно она обеспечивает те самые две особенности, о которых мы уже говорили. Объединение способностей подчиняться и повелевать. Свободу и империю. Отстраняясь от себя, рабочий может себе приказать умереть и исполнить этот приказ. Свобода и господство. Приказ и подчинение соединяются в нем, в этой конкретной точке самодисциплины. Рабочий способен принести себя в жертву. Как же это так? Спрашиваем мы себя. И Юнгер отвечает нам, это не выдумка. Мы знаем, что люди могут терпеть любую боль, что люди могут принести себя в жертву, не потому, что мы выдумали эту ситуацию или предсказываем ее, а потому, что она уже осуществилась в прошлом. Люди прошлого легко терпели боль и приносили себя в жертву. Пример Юнгера мне лично очень нравится, потому что это снова пример про свободу и империю. Это германцы и римляне. Юнгер говорит, когда германские женщины, сидя в обозе армии, видели, что их мужчины проиграли, они просто убивали сначала своих детей, а потом самих себе. Пример римлян, это, конечно, пример легиона. Пример абсолютной дисциплины. Римляне захватили мир, потому что они обладали самым дисциплинированным войском. Не самым многочисленным, не самым хорошо оснащенным, особенно в начале. Не даже войском с лучшими генералами, снова особенно в начале. Но самым дисциплинированным в мире войск. Тот факт, что терпение боли возможно в прошлом, означает, что оно возможно в будущем. Именно поэтому Юнгер описывает нам не новую добродетель, а старую новую добродетель. Добродетель терпения боли. Как же вырабатывается эта старая новая добродетель в рабочем? Юнгер называет инструмент, с помощью которого она вырабатывается, вторым холодным сознанием. Сознанием, находящимся вне зоны боли, вне пространства боли, вне человеческого тела. Это сознание создается и существует в технике, в двух главных новых искусственных органах, искусственных глазах и искусственных ушах. Перенос зрения и слуха от человеческого тела в технику, во внешнюю среду, в противные телу инструменты ведет к двум новым и интересующим нас последствиям. Во-первых, к рождению ощущения иллюзии, а во-вторых, к повторяемости. Давайте рассмотрим их по отдельности. Давайте даже начнем проще. Документальный фильм от художественного отличается только качеством спецэффектов. Когда вы смотрите, как умирают люди на экране, вы никогда не можете понять, умирают ли они на самом деле или в шутку. И в этом смысле, когда вы видите настоящие трупы в документальных фильмах, вы испытываете такой же маленький шок, как когда вы видите трупы в фильмах художественных. Более того, аудио и видеозаписи позволяют видеть и слышать самих себя, как иных, как других, как чужих. И в этом смысле та боль и даже смерть, которую вы видите на экране, происходящими с вами, как бы происходит не с вами, они происходят только на экране. Я должен пояснить это шуткой, конечно же, чтобы сбить суровый характер этой темы. Есть замечательный клип, где преступник в прямом эфире по телевизору смотрит, как в его дом врывается полиция. И когда его берет полиция и кладет на грудки, он все еще смотрит в телевизор и говорит, ребята, ребята, подождите, я хочу посмотреть, как этого дебила возьмут. Вот настолько в его второе сознание холодно, что он уже не осознает происходящее на экране, как происходящее с ним самим. Повторяемость так же зависит от экрана, так же зависит от аудио и видеозаписей. Если раньше все события, происходившие с человеком, были уникальными, даже если вы пошли в театр, на одну и ту же пьесу два раза подряд, постановка не будет одинаковой. То такие вещи, как кино, телевидение и радио позволяют одну и ту же вещь транслировать миллионам, повторяя ее. Одно и то же событие вплоть до мельчайшей детали. Это, с одной стороны, ведет к мысли о том, что на самом деле жизни одинаковы. Давайте я попробую как-то прокомментировать это, чтобы прояснить. Через тиражирование одних и тех же событий мысль о том, что ваша жизнь уникальна и потому не похожа на другие жизни, теряется. Если вы, простите мне этот пример, откроете тикток или ютюб и начнете скролить, вы увидите одни и те же ситуации, одни и те же лица и одни и те же тела, делающие абсолютно одно и то же. Очередной тикток-танец, кто-то с утиными губами смотрит в камеру, кто-то выставляет свои филейные части вперед, и эти тела уже взаимозаменяемы. Вы не сможете отличить одну модель, за которой вы следите в инстаграме, за другой. Если вдруг одна исчезнет, вы не почувствуете грусти, потому что другая точно такая же уже встала на ее место. В этом смысле ваша жизнь, тиражи, руясь, оказывается абсолютно такой же. Мы называем это трендами, как и у всех остальных. Более того, сам факт повторяемости ломает не просто уникальность, но уникальное ощущение и уникальный опыт. Когда вы первый раз смотрели Короля Льва и видели, как Муфаса падает в кучу бегущих антилоп, вы плакали. Когда вы смотрите этот же отрывок в десятый раз, вы смеетесь и болеете за шрамы. Но то же самое касается и вас самих переживания, которым можно поделиться, переживания, которое оказалось растиражировано, больше не уникально. Оно не добавляет к вашей индивидуальности ничего, оно ее стирает. В этом смысле желание делиться своими переживаниями, реакциями и трендами заканчивается превращением в стандарт, в норму, в таких же, как все. Даже самые грубые переживания, например, похоть, тиражируясь, стандартизируются. В этом смысле мы наблюдаем исчезновение даже похоти. Наконец, искусственные органы в целом позволяют нам реагировать быстрее и более дисциплинированно. Когда звучит ракетная тревога, мы должны в течение 30 секунд забраться в бомбоубежище. Когда в 18 веке Бюргер слышал, что на его город кто-то нападет, у него было дней 150, чтобы обдумать, что происходит, почувствовать все чувства, которые он хотел, написать 20 писем, получить даже парочку обратно, обсмаковать происходящее. Современный человек, слыша фразу вспышка справа, больше не думает, не обсмаковывает. Дисциплина требует прыжка в противоположном направлении. Я должен привести вам личный пример. В Техасе, когда ты подключаешь мобильную связь, тебе автоматом подключают оповещения о похищениях детей. Когда ты слышишь первое такое оповещение, оно приходит как оповещение о землетрясениях у японцев, то есть автоматом без... Это не сообщение, это тревога на телефоне. Когда ты видишь первое такое сообщение с указанием точной улицы недалеко от тебя, где был только что похищен ребенок, ты думаешь чудовищно. Когда ты видишь такое сообщение восьмое за второй месяц, ты думаешь картели работают. Мир идет своим чередом. Даже такое чудовищное событие, как похищение детей, тиражируясь, превращается в еще одну часть новостного цикла, которая исчезнет из моего сознания через 10 минут и будет заменена следующей такой же новостной частью новостного цикла. В мире где больше нет уникальности смерть не просто не страшна, она не существует, она незнакома. Ибо человек теперь не индивид, он представитель типа и ключевое свойство типа стандартизации, взаменяемости. Любой человек может быть заменен любым другим. Это значит, что в отличие от индивида типу незнакома смерть, от того, что умирает один, два, четыре, четыре миллиона представителей типа, тип не исчезает. Смерть одного никак не угрожает жизни типа, и потому новый тип легко применяет боль. Он получает способность терпеть боль, и через это автоматом достигает и свободы, и империи. Он обрел власть. Рабочий таким образом получает от Бюргера власть, но он никогда не борется за эту власть. Рабочий это нигилистический тип. Иными словами, рабочий не знает, зачем ему эта власть. Он за нее никогда не боролся, она просто упала ему в руки. У него нет цели, высшего смысла. Он не понимает, в чем смысл его жизни. И именно поэтому рабочий это провал. Мир рабочего никогда не реализовался, потому что рабочий был простым отрицанием, он ничего не утверждал. В этом смысле Юнгер не певец ни мужества, ни рабочего. юнгер философ и потому критик. Он увидел не только наступающий мир, но и то, что мир этот провален и по факту никогда не наступит. Рабочий провалился и исчез, и он оставил побежденным мир и горе. Мы эти побежденные, горе побежден. и му 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 и